Завершилось целое десятилетие, и пришло время подводить глобальные итоги. Мы вспомнили все важные фильмы, выходившие с 2010 года, и отобрали 25 лучших по версии GSTV. Было непросто, но мы постарались следовать принципам плюрализма, а также включать в список те картины, которые либо уже стали, либо имеют все шансы стать классикой. «Черный лебедь» Открыл десятилетие один из лучших фильмов Даррена Аронофски. Режиссер в те годы был на пике формы и создал шедевр, вместивший в себя все основные темы его прошлых работ. Болезненный перфекционизм творческих людей, борьба с собственной темной стороной и одержимость, граничащая с психозом. Все базовые сюжетные идеи в «Черном лебеде» сосуществуют в гармонии и подкрепляются красивейшим визуалом с мрачными вкраплениями хоррор-эстетики. История об инфантильной балерине, стремящейся любыми способами достичь совершенства в своем деле, стала важной не только для карьеры Аронофски, но и для Натали Портман. Именно за эту роль ей наконец-то вручили заслуженный Оскар. Ее перфоманс в «Черном лебеде» — практически недостижимая высота актерской игры, методы которой наверняка уже преподают в специализированных школах. Остров проклятых 2010 год явно останется в истории кино как период исследования темных сторон человеческой психики. Некоторые лейтмотивы «Черного лебедя» нетрудно заметить и в «Острове проклятых». Также оба фильма роднит выдающийся актерский перфоманс. В данном психологическом триллере постаралась другая голливудская знаменитость — Леонардо Ди Каприо. Это редкий пример картины, сильно зависящий от сюжетных поворотов, но остающийся качественным произведением для широкой аудитории. Мартин Скорсезе снял, пожалуй, самую зрительскую и остросюжетную ленту в своей фильмографии, которая при этом нисколько не теряет глубины и ставит перед аудиторией множество философских вопросов. Драйв 2010-е определённо запомнятся любителям сериалов и кино, всепоглощающей модой на поп-культуру 80-х. Сразу несколько факторов повлияли на заражение миллионов людей переосмыслением неоново-восьмибитной эстетики. Это и отдельные музыкальные исполнители, и модельеры, и писатели. Одно из ключевых произведений, которые изменили всё и сделали 80-е снова великими, это фильм «Драйв» Николаса Виндингарёвна. До него никто не вспоминал боевики той поры, не использовал электронную музыку с ретроакцентом и не воспевал «Неоны в Лос-Анджелес» столь явно. «Драйв» в этом смысле поделил современный кинематограф на «до» и «после», хотя постановщик, по сути, просто-напросто вспомнил молодость и перенёс на экран любимые ленты. Но в совокупности с невероятной красотой съёмкой, хитовым саундтреком и захватывающей историей, эта идея вылилась в потрясающее кино, которое уже фактически считается классикой. А многие критики до сих пор уверены, что Рёфн никогда не переплюнет себя времён «Драйва». Мнение спорное, но одно верно. Именно этот фильм остаётся самым понятным и любимым широкой аудиторией во всём творчестве датского режиссёра. Артист Немой чёрно-белый фильм в 2011 году. Идея казалась абсурдной с самого начала. Ну серьёзно, кому может быть такое интересно в эпоху, когда кинотеатры завоёваны 3D-аттракционами? Но оказалось, что смотреть и любить артиста будут практически все, а особенно горячо – фестивальные жюри. Картина завоевала целых пять «Оскаров», среди которых и главный, а также взорвала «Золотой глобус» и локальные европейские мероприятия. Жан Дюжарден мгновенно стал суперзвездой, взяв в Каннах приз за лучшую мужскую роль. Награды лишь подтверждают важность этого фильма, но даже без них артист остался бы великим произведением, не полюбить которое практически невозможно, потому что режиссёр Мишель Хазанавичус сделал крайне романтичное высказывание о силе любви и вере в себя. Французы громко напомнили, кто и как изобрёл кинематограф, сделав его важнейшим из искусств. Кажется, только они способны достучаться до любого зрителя, даже без слов и цвета. Древо жизни Великий режиссёр Теренс Малик вернулся в кинематограф после пятилетней паузы, чтобы снять свой магнум-опус. Идея Древа жизни вынашивалась им ещё с 1978 года и к 2011 превратилась в масштабное исследование человечества и вселенной. Грандиозный фильм об эволюции всего сущего и о метафизике семьи получил золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля и статус мгновенной классики. Почему среди всех шедевров, набравшего хорошую творческую форму в этом десятилетии, Малика, мы выбрали именно Древо жизни? Ответ прост — данная работа изменила его режиссёрский стиль и стала главной визитной карточкой. Да, он и раньше любил снимать красоты природы при естественном освещении, сдабривая всё философскими закадровыми монологами. Но с Древа жизни Малик переключился на абсолютно конкретный стиль, в котором сделаны все его последующие работы. В тандеме с гениальным оператором Эммануэлем Любецки он каждый раз напоминает зрителям, что божественную красоту можно найти даже в самых простых вещах. Корпорация Святые Моторы Шедеврами на века становятся отнюдь не только всенародно любимые фильмы. Зачастую в истории остаются действительно странные артхаусные работы, которые сначала оказываются фаворитами критиков, а затем передаются киноманами из поколения в поколение. 2010-е богаты на картины такого рода. Но по оригинальности и грандиозности замысла всех, на наш взгляд, опередил француз Лео Каракс с фильмом Корпорация Святые Моторы. Описывать сюжет или визуальный стиль в этом случае довольно бессмысленная затея. Святые Моторы — метавысказывание о кинематографе как таковом и о человеческом бытие. Каракс искусно тасует архетипы и символы, смешивая их с клише и целыми жанрами кино. Адекватно переносить на экран столь амбициозный эксперимент помогает фактурный актер Данила Ван, воплотивший целый мириад образов и показавший поистине гениальный перформанс. Корпорация Святые Моторы — не просто кино, а полноценный объект современного визуального искусства, напоминающий о том, что настоящий кинематограф говорит со зрителем не словами, а образами. Здесь Линч встречается с Кроненбергом, а Кауфман с Джармушем. Но в кадре нет ни единого заимствования, ни одной явной цитаты, а лишь сюрреалистический калейдоскоп из целого ряда стилей и взглядов на кино. Каракс говорит о глобальных вопросах, но исключительно на символическом уровне, параллельно деконструируя шекспировский тезис о том, что жизнь есть игра. Эта работа определенно является важнейшей в творчестве режиссера. Не случайно он посвятил картину покойной русской жене Екатерине Голубевой. Корпорация Святые Моторы оказался слишком изысканным и артхаусным для нашей недавней подборки киноголоволомок, но к сегодняшнему списку, как один из лучших фильмов десятилетия он подходит в самый раз. Мастер При составлении рейтингов лучших фильмов режиссеров 21 века, кажется, все издания сходятся во мнении, что Пол Томас Андерсон определенно сделал великий вклад в кино именно в этот период и наверняка останется в истории. Конечно, ничего уровня нефти американский гений в 2010-х не снял, но не включить ни одну из его работ в эту подборку было бы маветоном. Лучший кандидат — это фильм «Мастер». Каждая из картин нашего списка полна выдающимися актерскими работами, но даже лучшие из них меркнут на фоне невероятного творческого ансамбля из данной картины. Андерсон славится умением довести актеров до максимума возможности на площадке. Поэтому ничего удивительного, что Хоакин Феникс в некоторых сценах почти буквально превращался в дикого зверя, а Филипп Сеймур Хоффман и Эмми Адамс не то что не потерялись на фоне столь гениального перформанса, а украсили и дополнили его. «Мастер» — сложное, неуютное и бесподобно снятое кино, которое наглядно показывает, как один человек может овладеть умами миллионов в корыстных целях. Столь монументально о зарождении сект еще никто не рассказывал. Великая красота На самом деле, все, что нужно знать об этом фильме, уже скрывается в названии. Итальянец Паоло Соррентино снял упоительно красивое произведение, рассказывающее о мимолетности достижения той самой великой красоты в человеческой жизни. Но вместе с тем постановщик не скатился в артхаусное позерство, а создал очень смешное, захватывающее и по-настоящему развлекательное кино. Великая красота — это творческая вершина в карьере маэстро, которая сделала его одним из главных режиссеров нашего времени и наделила статусом нового Феллини. Последнее случилось не просто так. Великая красота намеренно вступает в диалог со сладкой жизнью Федерико Феллини, также показывая «Бессмысленное бытие римской богемы», только с поправкой на сегодняшний день, где намного больше пошлости, абсурда и душевной пустоты. Страдая от нее, главный герой переосмысляет собственную жизнь и находит в ней хоть что-нибудь значимое только на пороге старости. Действа происходят в антураже красивейшей римской архитектуры под аккомпанемент шедевров академической музыки. Оторваться от этих очаровательных качелей, вызывающих то смех, то слезы, попросту невозможно. Она. Еще один фильм с Хоакеном Фениксом в главной роли, где он вновь показал потрясающее актерское мастерство. А сделать это было не так просто, учитывая, что его персонаж весь хронометраж строил отношения с искусственным интеллектом. Но получилось так достоверно и естественно, что именно эта иллюстрация любви в кинематографе оказалась одной из наиболее объемных и глубоких за прошедшую декаду. Если она и не станет вечной классикой, то как минимум будет актуальной еще много десятилетий. Искусственный интеллект сейчас существует лишь в зачаточном виде, но тема взаимодействия с ним в этом фильме раскрыта довольно широко. Талантливый режиссер и сценарист Спайк Джонс использовал партнершу главного героя в качестве зеркала, через которое последний наконец-то смог увидеть свои собственные достоинства и недостатки. Поэтому уже к середине роман с машиной перестает казаться странным, а участникам событий становится все легче сопереживать. Бёрдмен А в следующем году победитель Оскара, кажется, не вызывал уже никаких споров. Алехандро Гонсалес Иньерито открыл новый этап в своем творчестве, одинаково покорив как зрителей, так и критиков. Если раньше он снимал душещипательные и метафорические артхаусные драмы, то с Бёрдменом резко свернул к более размашистым и конкретным высказываниям. В истории актера-неудачника мексиканский постановщик очень тонко раскритиковал как современный голливудский кинематограф, так и массовую культуру в целом. Досталось и режиссерам, и актерам, и критикам, и даже зрителям. Но этот смысловый пласт все же несколько скрылся за более явной, воодушевляющей историей неудачника, который смог, а гениальное кастинговое решение с приглашением давно забытого бывшего Бэтмена Майкла Китона усилило эффект в разы. Он, в паре со столь же прекрасным и также пропавшим с радаров Эдвардом Нортоном, очень смело поиронизировал над своей карьерой, сумев одновременно дать ей новый толчок. А про невероятную операторскую работу Эммануэля Любецки, снявшего всю историю как бы одним планом с талантливо спрятанными склейками, сказано уже так много, что любые комментарии будут излишними. Бёрдман стал не просто фильмом-всеобщим любимчиком, но и очень важным импульсом как для конкретных людей, так и для всего американского кинематографа. Левиафан О качестве современного русского кино можно спорить очень долго, но дела вовсе не так плохи, как считает аудитория Бэткомедиана или люди из комментариев под трейлерами. За десятилетия вышло множество впечатлеющих и признанных во всём мире картин, поэтому выбрать из них только одну для нашего списка было не так уж просто. Мы поступили практично, вспомнили, кто из русских режиссёров был заметнее остальных на Оскаре, какой фильм сильнее всего нашумел в народе и кто вообще считается сегодня главным нашим автором во всём мире. Разумеется, всё сразу свелось к Андрею Звягинцеву и Левиафану. Конечно, это далеко не лучшая работа в его фильмографии. Как раз в 2010-х режиссёр свернул в сторону социальной тематики, изрядно приземлив содержательную часть. Но Левиафан — именно тот случай, когда метафизический Звягинцев нулевых встречает остросоциального Звягинцева десятых. Коррумпированные депутаты, разбитые дома и бухающие водку работяги — это всего лишь ширма, за которой стоят архетипы и символы, понятные представителю любой национальности. Здесь прекрасно, пусть и очень жёстко, раскрывается вечная тема противостояния человека и государства. А весь негатив в сторону Левиафана лишь подтверждает, что автор очень точно попал в самое больное место современного российского общества. Исчезнувшие Если игнорировать Пола Томаса Андерсона «Маветон», то не упомянуть в подобных списках работы Дэвида Финчера — настоящее преступление. Он давно стал живым классиком, отточив свой и без того безупречный стиль до абсолютного совершенства. Пожалуй, ни один из современных режиссёров не владеет кинематографическим ремеслом столь же искусно. Не делая ничего запредельного, он из фильма в фильм умудряется примагничивать самых разных зрителей к экранам, причём совершенно неважно, насколько история монотонна или остросюжетна. Исчезнувшие — отличный пример идеальной финчеровской картины. Автор узнаваем с первых минут. Ведь здесь вновь прослеживается мудрая работа с цветом, мастерски расставленное освещение, увлекательно рассказанная и смонтированная история, а также столь любимые режиссёром психопатические личности и жестокость. Первый источник в виде книги восходящей звезды литературы Гиллиан Флинн стал отличным фундаментом для сюжета о кризисе института брака и вечных проблемах отношений между мужчиной и женщиной. Эти и другие темы в исчезнувшей освещаются столь эффектно и радикально, что ничего разжёвывать зрителю даже не требуется. Скоро на нашем канале. Продолжаем подводить итоги кинодесятилетия. Вторая часть подборки лучших фильмов последних лет. А на этом пока всё. Смотрите хорошее кино и до новых встреч на GSTV.